Всем привет! Вы на канале Supreme Hackster. Давно не записывал видео, решил возобновить эту тему. Сегодня мы с вами посмотрим, как и прежде, индексы, металлы, валюты и какие-то отдельные, более интересные истории по акциям российским выделим. Три самые перспективные бумаги, по моему мнению, на 2024 год. Я вам сегодня покажу обязательно. Так, для начала прошу всех подписаться на канал, потому что 90% человек смотрит мои видео без подписки. У меня достаточно большая аудитория, а подписчиков очень мало, и это очень мешает и тормозит развитию в дальнейшем проекта. Так, давайте начнем с индекса S&P 500, как обычно. Насколько я помню, последний обзор у нас был в декабре, где-то вот в этой точке мы находились. И я прогнозировал, что у нас будет движение на пробой глобальных максимумов вверх, и дальше мы будем где-то консолидироваться. Ну, пока что каких-то признаков разворота здесь я не вижу. Соответственно, напомним глобалку. Мы движемся в рамках волны 5, самый старший, с целями более 6 тысяч. Да, где-то в районе 6 тысяч. И сейчас мы движемся в рамках, предположительно, третьей волны. Значит, это у нас было 1-2, сейчас мы движемся в рамках 3. Сейчас мы ее сразу отметим. И сейчас в третьей волне у нас также формируется третья волна. То есть третья в третье, это вообще самое такое достаточно мощное резкое движение должно быть. В принципе, мы его и наблюдаем, каких-то вообще явных откатов в этой волне нет. То есть, предположительно, у нас цена продолжит движение свое вот в таком формате. Это будет 3, 4, 5. Потом мы уйдем консолидироваться. Даже можем вплотную подойти к тесту пробоя вот этого глобального, почему бы и нет. И потом добить пятую волну. Какая будет пятая волна? Ну, непонятно. То есть, может быть, 6 тысяч пунктов, может быть, больше. То есть, здесь пока определить мы это не можем. Единственное, мы пока можем сказать, что какой-то разворотной формации здесь нет. И рост продолжится до диапазонов примерно 6500. Я думаю, 6600 мы еще сможем вырасти запросто. Давайте дальше посмотрим. Не будем углубляться в американские индексы, потому что они, в принципе, нам не так сейчас интересны. Потому что невозможно торговать американскими активами через российские биржи. Также нам не интересен пока китайский рынок. Давайте перейдем к индексу МВБ. Так, по индексу МВБ мы можем наблюдать такую картину. Значит, мы, по сути дела, находимся вот в этой зоне продаж. То есть, от уровня вот этого пробоя вниз, который был сформирован почти... Нет, как раз ровно год назад, 21 февраля 2022 года. И мы сейчас, по сути дела, третий раз уже эти уровни тестируем. То есть, у нас была вот одна попытка возобновить продажи, вторая попытка. И мы опять вплотную подошли. И сейчас какой-то явной активности на продажах мы здесь не наблюдаем. Соответственно, значимое событие прошло в пятницу. Этот ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16 пунктов. Соответственно, дали прогноз, что, возможно, мы еще эту ставку будем держать до следующего квартала на том же уровне. И к третьему кварталу, возможно, начнем ее снижать. То есть, ввиду этого, рынок, в принципе, отреагировал нейтрально на такие заявления. Но была новость по смерти Навального. И как раз на этом рынок в пятницу сложили. То есть, вот мы видим, пятница закрыта у нас продажами. Хотя не особо я бы сказал, что они сильные и эффективные. Ко дню, наверное, около 1%. То есть, тем не менее, сегодня у нас рынок открылся позитивно. То есть, мы половину уже пятничного падения отыграли. И, в принципе, я ожидаю, что мы продолжим свой рост. Единственное, что не исключено какое-то все-таки еще манипулятивное движение вниз увидеть. То есть, вполне возможно, что вот такое небольшое еще задерка вниз мы сделаем. И дальше отсюда поедем вверх. То есть, ближайшая цель по индексу Московской биржи, я неоднократно говорил, где-то у нас, наверное, вот на этом уровне будет. Это 3500 пунктов. Много это или мало? Ну, в принципе, не особо много с текущих значений. Это 8%. Лукойл у нас также там топчется у глобальных максимумов. Тоже просится уже наверх. И Сбербанк тоже достаточно долгое время консолидируется. Плюс прогноз по дивидендам Сбербанка достаточно хороший. И в целом, я думаю, в ближайшие недели мы выйдем из этой консолидации, которая здесь проходила. И рынок начнет достаточно бодренько так идти и расти вверх, как и в прошлом году. Так, давайте еще посмотрим, чтобы сегодня не затягивать это сильно, конечно, посмотрим доллар-рубль. Я знаю, многие не любят длинные видео. Значит, доллар-рубль. Вот здесь вот, в принципе, феерично разворот-то мы поймали. Дальше. Вот этот отскок тоже мы спрогнозировали, который был. То есть, в принципе, до тех значений, до которых мы ожидали. И у нас идет опять консолидация. Здесь однозначно сказать, куда мы двинем. Пока я бы не брался. Потому что у нас, в принципе, то есть импульс и есть коррекция, которая, ну, укладывается во что-то наподобие плоскости. Хотя я бы даже эту плоскостью не назвал. Ничего здесь. То есть, какая-то явная модель здесь не укладывается в эту формацию. Поэтому я бы предположил, что мы дальше пойдем вниз. То есть, к основным целям, которые у нас были поставлены еще в конце прошлого года. Это уровень 83 рублей за 1 доллар. Как мы туда придем? Ну, вот это вот один, естественно, путь, по которому мы можем туда прийти. Это где-то с около текущих значений. Прости. Но я бы, наверное, все-таки основным сценарием рассмотрел другое немножко движение. Это сбор ликвидности по вот этим всем уровням, которые тут тоже долго долбились у нас. Поэтому какое-то вот такое движение вверх на 96 и отсюда, наверное, все-таки вниз. Потому что разложить вот эту коррекцию как законченную, допустим, вот так вот, АВЦ, ну, не очень мне так нравится. Конечно, цена не особо соразмерная и какая-то она здесь в целом-то несуразная. Поэтому я вот такие вот два основных сценария выстроил бы по доллар-рублю и работал от них. Далее. Предлагаю посмотреть металлов несколько. Допустим, давайте посмотрим серебро. По серебру мне нравится движение, которое происходит достаточно долгое время. То есть у нас идет такой сужающийся боковик. Как бы такой некий треугольник огромный формируется. Вообще, в целом, назвать глобально график каким-то импульсной какой-то моделью сейчас никак нельзя. То есть, по сути дела, если мы будем смотреть месячный график, то у нас было тут за три месяца рост. И мы сейчас очень долгое время консолидируемся здесь. То есть, корректируется цена. И, по сути дела, вот этот боковик я вижу как накопление некое. То есть, допустим, это у нас первая волна, это вторая. Возможно ли продолжится он? Да, возможно. Мы продолжим еще этот боковик пилить. Либо вот до самой вот этой узкой части треугольника, если технически смотреть. Возможно, мы пойдем расти завтра. То есть, время предугадать никак нельзя. Возможно, этот боковик растянется еще на три года. Почему бы нет? Но в целом, я делаю ставку по своим личным счетам на рост металлов. Это золото до уровня где-то 2, хотя бы 2,700-3,000 примерно на ближайший год-полтора. По серебру я делаю ставку на рост к уровням примерно 40-42, наверное, где-то вот здесь. Вот примерно в этом диапазоне. И по ладе также у меня набрана моя позиция на личном счете. С достаточно высокими целями. Ну, перехай-то вряд ли там будет. Должно прям серьезно случиться. Но до значений 2000, я думаю, мы, в принципе, вполне можем дорасти. Ввиду того, что палладий очень волатильный. Он может 10-15% в день запросто стрельнуть. Если вам интересно посмотреть мой личный счет, который у меня у иностранного брокера, я оставлю ссылочку здесь наверху по своему счету. В Тинькофф я свой счет не торгую. У меня там какая-то часть денег есть. Чуть больше миллиона распределены просто по моим всем стратегиям чисто для поддержания какой-то доходности в профиле. То есть мой основной счет не здесь. Дальше. Давайте еще посмотрим золото, о котором мы говорили. Золото у нас продолжает здесь. Давайте поменьше таймфрейм все-таки поставим. Ну, пускай недельки будет. То есть, опять же, по золоту такой же сценарий я вижу, как и до этого. То есть движение в рамках волны 3. Опять же, у нас есть такой некий импульс. И у нас есть консолидация в коррекционной модели. То есть мы снижаемся намного медленнее и дольше, чем росли. И, соответственно, это коррекция. Здесь либо мы через какую-то манипуляцию начнем расти, либо мы просто начнем с текущих расти. Потому что прошлая неделя-то, в принципе, у нас закрыта таким баром достаточно интересным, с останавливающим объемом. Вот. То есть без спреда. То есть мой прогноз по золоту с движением до 2500-2600, в принципе, здесь сохраняется. Давайте еще посмотрим нефть. Нефть, значит, у нас очень сильно удерживают уже какой раз вот этот уровень 70 долларов. То есть опять мы от него отбились. И, в принципе-то, продавец совсем здесь уже сдается. То есть мы уже достаточно неплохо здесь поросли. Какая-то была попытка вот здесь возобновиться продавца, но она безрезультатная. Давайте посмотрим ближе дневной график. Какую-то модель здесь волновую раскладывать мне не очень бы хотелось. Но в целом можно. Допустим, это 1-2. И опять на новую фрактальность 1-2. И сейчас, значит, у нас формируется движение в рамках волны 3. И 3 в 3 должно быть всегда у нас очень таким достаточно резким движением. И целью, наверное, вот этого всего будет. Сейчас мы посмотрим. Ну, целью, я думаю, будет, скорее всего, уровень где-то 110-120. Скорее всего, туда мы, в принципе, можем вполне реально прийти. А вообще цели по нефти это обновление максимумов хотя бы на 150. И более старшие цели это 200-250 долларов за бар. Итак, давайте посмотрим нашего любимчика газа, на котором полегло очень много депозитов за последнее время. То есть, как бы, покупая газ вот здесь и думая, что это дно, вы получаете еще там 10 в подарок. Остановка ли, разворот ли это по газу? Ну, я, наверное, думаю, что нет. То есть, скорее всего, мы, опять же, сегодня открылись с гэпом. Может быть, если его закроют сегодня до конца сессии, а американской сессии сегодня не торгуется, насколько я знаю. Вот, если его закроют, то, в принципе, можем мы развернуться и порасти. Ну, если рост и будет, то ближайшее значение, наверное, вот здесь. То есть, это будет где-то в районе двух. А так, в принципе, у нас достаточно техничное идет движение. То есть, пробой-тест, 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 пробой-тест. То есть, все идет технически. То есть, цена пробивается, откатывает, пробивается. Слово, новый минимум, откатывает. Пробивает, откатывает, пробивает, откатывает. Ну, в принципе, можно ли сказать, что продажи замедлились? Ну, вот здесь было замедление, здесь опять было ускорение. То есть, как бы, явного замедления продаж в этом движении я здесь не наблюдаю. Я вижу два сценария по развороту в газе. Либо это будет открытие с гэпом, то есть, как вот сегодня мы открыли с гэпом вниз, также можем завтра открыться вот здесь вот с гэпом вверх. Либо это будут какие-то панические прям продажи. Маржинкольные, куда-то там на минус 10-15% откуп и достаточно очень быстро резкий разворот, в который никто не успеет заскочить вообще никоим образом. Вот. Только потом мы начнем там корректироваться долго и нудно в боковике. Вот. Два сценария по газу. Все-таки, я думаю, уровень 1,5 мы сможем, я думаю, потрогать, наверное, завтра, может быть, в среду. Так. Давайте еще биткоин посмотрим, почему бы нет. Кстати, мы запустили второй криптоканал. Ссылочку тоже я здесь оставлю. Криптоканал я веду. Я также там даю прогнозы, плюс у меня там ведет вторую часть канала администратор Олег. Он дает всякие интересные новости ищет, статьи. Также ищет для вас какие-то бонусы от биржи, аутдропы. В общем, вот эта вся интересная криптодвижуха там у нас она в канале есть. Пока каналчик небольшой, но мы развиваемся с вашей помощью. Мы, я думаю, достаточно быстро и хорошо вырастим. Все по-честному. То есть, будем позиционировать себя как первый криптоканал без скама в Телеграме. Так, дальше. Биткоин. По биткоину мой план с походом на 14 тысяч полностью уничтожен. Значит, во всем этом главное вовремя переобуться. Значит, я начал собирать свой портфель криптовалют на вот этом снижении биткоина. То есть, где-то вот здесь, вот на вот этих уровнях у меня собран мой криптовалютный портфель. Он есть в подписке по закрытому каналу в долгосроке. Значит, там ведется мой как раз портфель США акций и портфель мой личный из криптовалют. То есть, тоже можете посмотреть. Я делаю ежемесячные покупки, то есть, как бы во всех портфелях долгосрочных схема одна. Я пополняю их с 10 по 20 число. И далее покупаю активы. Это акции, это портфель также отдельной облигации, портфель отдельной криптовалюты и портфель активов США. Тоже отдельный, то есть, это все реальные и настоящие счета. То есть, это все доступно на тарифе инвестор в закрытом канале, либо на тарифе ProPlus, в котором и спекулятивные идеи, и долгосрочные. Так, вернемся к биткоину. Значит, здесь у нас мы пришли в зону продаж. В принципе, цель по росту здесь была выполнена. Сейчас мы, в принципе, логично бы нам немножечко остыть, увидеть какую-то небольшую коррекцию, либо консолидацию для продолжения движения. Потому что следующая цель у нас достаточно далеко. Это 60 тысяч долларов. Это плюс 20%. То есть, пока что здесь каких-то признаков разворота от зоны продаж я не вижу. И, в принципе, этой реакции даже продавца и нет. Куда мы можем скорректироваться в целом, если он появится от этих значений? Ну, наверное, вот на этот последний уровень пробоя на 48980. То есть, куда-то вот до этих уровней вполне мы можем скорректироваться. То есть, как-то вот так. Будет ли это коррекция или нет? Ну, пока тяжело сказать. Явных признаков разворота здесь каких-то нет. Но стоит не забывать, что продавцы, бывает, появляются очень неожиданно. То есть, мы можем здесь какой-то боковик небольшой попилить-попилить, а потом резкие продажи достаточно хорошие увидеть. То есть, пока я бы здесь от покупок воздержался именно в зоне продаж. И если уж добирать или усреднять свою там какую-то позицию, то я бы все-таки дождался никакого-то небольшого отката хотя бы вот к этому уровню пробоя. Так. Дальше. Теперь переходим к трем самым интересным идеям, которые я вижу на рынке на этот год. Опять же, я их вижу с технической точки зрения. Я сейчас не говорю про фундаментальный анализ, который, в принципе, на российском рынке-то не особо стоит учитывать, я думаю, в последние годы. Тем не менее. Одной из идей первых я вижу, это акции Акрона. Значит, какая здесь идея? Возможно, вы помните акции S-Fire, которые у нас консолидировались очень долгое время в боковике. И после этого был выход вверх. То есть, здесь я ожидаю, в принципе, такой же картинки. То есть, сейчас у нас формируется старшая пятая волна. Возможно, это будет третья волна. Здесь как бы тяжеловато, конечно, определить, ввиду того, что не особо ликвидный актив. Здесь, значит, также прошел уже заходной импульс вверх. И формируется вот этот боковик в виде отката вниз. Периодически мы видим такие всплески объемов на покупках. То есть, везде это на покупках. Но их, естественно, гасит. То есть, их гасят, потому что не была набрана до сих пор еще позиция тем, кому это действительно нужно. Вот. Когда эта позиция будет набрана всеми крупными игроками, которые более осведомлены по этому активу, в которых более подробная информация, может быть, инсайдовская какая-то еще, тогда начнется рост достаточно мощный. Не исключено, что здесь мы сделаем манипуляцию. И, скорее всего, она будет манипуляцией этого уровня. То есть, как-то мы вот так вот шпилькой пройдем вниз и отсюда развернемся и увидим достаточно хороший рост. То есть, я вижу этой идеей, в принципе, номер один, наверное, на российском рынке. По моему мнению, конечно же. Вот. С потенциалом роста с текущих значений порядка 100%. Да, акция не дешевая. Она стоит 18 тысяч. Но, тем не менее, держать ее в долгосрочном портфеле, если он у вас есть, я вижу отличной идеей, перспективной именно на вот этот вот год. Дальше. Вторая идея, которую я предлагаю вам рассмотреть, это Норникель. Норникель, по моему мнению, он стоит слишком дешево сейчас по отношению ко всем металлургам и, в принципе, к рынку российскому КН. Да. Если посмотреть, то Норникель так достаточно сильно скорректировался в 2022 году и отроста очень слабо. То есть, он на уровне, в принципе, русал, наверное, отрос, который тоже там сильно хуже рынка выглядит. Значит, у нас здесь сформировался уже сейчас заходной импульс 1 и коррекционная модель 2 формируется. В принципе, она уже дошла до значений по Fibonacci 0.5. Не исключено, что мы сходим еще вот этот вот боковик, вот манипулируем, который был вот здесь сформирован. Мы сделаем манипуляцию этого боковика, то есть вот такую, и отсюда пойдем в третью волну. Но, опять же, цели третьей волны очень-таки достаточно у нас хорошие. И если это все-таки 24 тысячи, и если все-таки мы здесь поймали самое дно волны 2, вот здесь вот, если все-таки это началась старшая 3 зеленая, то тогда цели-то у нас достаточно высокие. Там порядка 50 тысяч, по-моему, да. То есть, как-то это будет вот так. Что-то вот такое, если третья волна без удлинения. Ну, или здесь еще одна фрактальность разовьется, как бы не суть. В долгосрочной перспективе, я считаю, это отличная бумага. Плюс она, компания провела сплит, будет количество акций, по-моему, в 10 раз. Цена акций, по-моему, будет или в 10, или в 100 раз меньше, я вот, если честно, не помню. Но, по-моему, там будет в апреле или в марте проведен сплит по ней. И бумага станет более доступна для инвесторов. То есть, она будет стоить не 14 тысяч, а там или тысячи, или там 149 вообще рублей. То есть, я вот сейчас не помню, если честно. Суть не в этом. Идея, то есть, тоже мне видится очень хорошая, интересная, перспективная. Ввиду того, что я, опять же, ожидаю рост цен на металлы в этом году, в следующем. И сейчас, как раз, вот, ввиду низких цен на металлы цветные, акции находятся, как бы, не на совсем высоких уровнях. То есть, да, на низком уровне они находятся. И в целом, вижу вот эту идею очень отличной, перспективной. Так, и давайте третья идея, которую я хотел показать. Так, наверное, давайте сейчас, у меня несколько было идей, давайте я из них сейчас что-то выберу. Русолову уже мы, конечно, наверное, заездили этими прогнозами. Так, Русолова. Ну, наверное, вот Транснефть тоже мне нравится, интересно, из нефтянки. Тоже, значит, у них, насколько я помню, сплит. То есть, сплит у нас всегда позитивно, в принципе, отражается на котировках. Значит, здесь мы по этой бумаге движемся в рамках волны 3, скорее всего, здесь. То есть, это была первая волна, это вторая, и пошла третья. То есть, в долгосрочной перспективе рост просто какой-то ожидается бешеный, скорее всего. Здесь целью этого роста у нас будет уровень 44 тысячи. С текущих это 2,5 икса, наверное, с текущих значений. Ну, да. То есть, это рост на 175 процентов. В целом, мы здесь уже, смотрите, пробили насходящую трендовую. Мы здесь видим колоссальный рост объемов вообще, в принципе, на всем этом движении вверх. То есть, бумага стала интересна инвесторам. И ввиду того даже, что она стоит 160 тысяч одна акция, и очень многие не могут себе позволить купить такую большую по цене акцию в портфель, сплит очень позитивно, скорее всего, отразится на этом всем. Возможно, после сплита именно будет реакция немножечко вот такая. То есть, мы после сплита, возможно, порастем немного, и после этого увидим коррекцию. То есть, как раз и это закончится первая волна, вторая. Ну, и в целом, как бы мы вернемся опять примерно к этим же уровням вот этой трендовой. То есть, отсюда пойдем в третью. То есть, текущие цены, они, в принципе, приемлемые для покупки в долгосрок, потому что цель достаточно высокая. То есть, стал бы я ждать сплита? Ну, в принципе, да. Но если есть возможность купить до сплита, то можно сделать это и до сплита. То есть, достаточно цены, я считаю, сейчас интересные для этой бумаги. И идейка тоже, она в долгосрочной перспективе очень хорошо выстрелит. Так, значит, хотел бы еще напомнить, что на этой неделе на закрытый канал действует скидка 30% на любой тариф. То есть, цены снижены. Успейте подписаться, воспользоваться этой возможностью. То есть, там порядка 3000, наверное, будет стоить подписка на месяц. Годовая будет, наверное, там со скидкой в два раза больше. Ой, в два раза меньше, наверное, стоить в месяц. Там меньше на 2000, наверное, примерно будет стоить. Значит, все ссылочки на все, что я говорил сегодня, будут здесь приложены наверху. Также хотелось бы отметить, что по стратегиям автоследования Немножечко я переработал систему торговли. То есть, сейчас у меня будет половина депозита составлять какая-то одна бумага. То есть, это будет такой некий костяк стратегии. А вторая часть, она будет выделена на спекулятивные сделки. То есть, там будут как раз вот среднесрочные спекулятивные сделки, которые, в принципе, и планировали стратегии. Пока вот мы не зависли в этой длительной коррекции большой с осени прошлого года. Стратегия рисковая 2.0. Я все-таки надеюсь, что мы там достаточно скоро выплывем из тех минусов, в которые мы попали. И та стратегия будет полностью отправлена на спекулятивные сделки. То есть, там не будет такого, что мы будем в средний срок парковать большую часть средств. Нет, там будут прям спекулятивные сделки. именно на большое количество бумаг, большое количество идей, распределенных внутри стратегии. Ввиду того, что там небольшой капитал и ограничения по капиталу я увеличивать, снимать не буду. И то есть, он будет ограничен, наверное, все-таки той суммой, которая сейчас там есть. Да, на этом у меня все. Всем спасибо. Не забывайте, что на этой неделе, наверное, в Тинькофф мы проведем эфир, где я отвечу на все ваши вопросы. Можете, в принципе, здесь под этим видео написать их. Можете также написать под какими-то постами со стратегией, тегнуть ее, задать свой вопрос, естественно, если он какой-то актуальный, а не вопрос, когда мы вырастем. Потому что когда этот вопрос не имеет ответа в трейдинге. В целом, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока.